Друзья, всем привет! С вами Петр Руслан, а значит мы снова поговорим про патроны. И сегодня я хочу сделать такой нестандартный ролик для своего канала. Хочу провести небольшое расследование по старому патрону. Все началось с того, что мой товарищ Сергей Борчук в поисках материала для третьего тома своей книги. Те, кто давно на канале про его книгу, естественно, в курсе. Те, кто на канале новички, про нее я вам расскажу в конце этого ролика. Так вот, Серега в поисках материалов для третьего тома залез на сайт munision.org. Опять же, кто не знает, munision.org это очень известный испанский сайт, где собрана, наверное, одна из самых крупных коллекций патронов с фотографиями, с описаниями. Там, конечно, все на испанском языке, но гугл-переводчик вам сможет все перевести. Так вот, Серега нашел такой патрон, который назывался 42 Russian Gatling. В описании к этому патрону было сказано, что данный патрон оставался неизвестным до того, как его отправили Биллу Вудину, который его так и определил. 42 Russian Gatling. Билл Вудин это такой, насколько я знаю, ныне уже покойный коллекционер с огромной коллекцией патронов, который в них очень хорошо разбирался и был авторитетом в патронном коллекционерском сообществе. Поэтому его слова так и записали. 42 Russian Gatling. Что в этом патроне было интересно? Во-первых, калибр 0,42 дюйма. 0,42 дюйма или 4,2 линии, это такой типичный русский калибр. Как я думаю, вы знаете, в этом калибре производились винтовки Бердана и соответственно патроны 10,6 на 58 под Бердан. Второе это название, это слово Russian, соответственно русский. То есть откуда-то Билл Вудин взял то, что этот патрон как-то относился к России. И третье это Gatling. Gatling это скорострельное орудие системы Gatling. Ну я думаю, вы про них тоже знаете. Сереге стало интересно, он сразу этот патрон зарисовал и получил вот такие изображения. Здесь мы видим чертежи этого патрона с сайтом Unision. Здесь Серега его уже зарисовал и получил соответственно такой вот рисунок вместе с оригиналом патрона. Ну и для полноты картины он его поставил рядом с стандартным патроном Бердана. Получилось, что вот этот вот новый неизвестный патрон 42 Russian Gatling имеет длину гильзы 74 миллиметра против 58 миллиметров у Бердановской гильзы. При этом калибр пуль одинаков, ну с точностью до погрешности. Но самое интересное в этом патроне было то, что почему черт возьми в России про него практически никто не знает. Никакой конкретной информации в интернете у нас не искалось и Сергей решил покопать откуда все это могло взяться. Ну начнем с небольшой исторической справки, что такое картечницы Gatling. Это были наверное первые скорострельные орудия 19 века. Они были разработаны в 1862 году американским изобретателем Ричардом Gatling. Потом они закупались различными странами, производились в различных калибрах и просуществовали до создания уже полноценных современного типа пулеметов, типа пулемета Максима. Россия была одной из первых стран, которая закупила эти картечницы Gatling. Они у нас иногда называются картечницей Gatling Горлова. Хотя насколько я понимаю, Gatling ничего там не дорабатывал, а, скажем так, составлял техзадания для производителей. Также есть картечница Gatling Барановского образца 1873 года. Барановский дорабатывал конструкцию Gatling с целью ее облегчения. В первую очередь, как я понимаю, он дорабатывал станок этой картечницы. Есть информация, что они использовались в Хивинском походе в 1873 году, после чего использовались довольно-таки эпизодически и выдавались для оборон крепостей, ну, например, в русско-турецкой войне. Но вся информация про использование картечниц Gatling в России везде утверждается, что картечницы использовали именно патрон от винтовки Бердана, то есть 10,6х58. Дальше мы решили посмотреть, где еще могли использоваться такие картечницы. Есть информация, что англичане перед принятием на вооружение тоже тестировали разные калибры, в том числе и вариант под калибр 0,42 дюйма, но в итоге остановились над своим более родным для них на тот момент калибром 0,45 дюймов, потому что эта пуля использовалась в их на тот момент современной винтовки Мартини Генри. То есть англичане тоже не могли быть источником этого неизвестного патрона. Ну и самое интересное, что эти патроны сохранились почему-то в Уругвайе. Вот, поэтому Серега тоже решил проверить, откуда в Уругвайе могли эти патроны появиться и по запросу Уругвай и Gatling нашел информацию, что в составе уругвайского флота находился крейсер Монтевидео, который был построен изначально британцами для греков, потом он попал к итальянцам и уже итальянцы продали его в 1908 году уругвайцам. Так вот, на борту этого крейсера находилось шесть установок системы Gatling, что опять же не дало особых ответов на происхождение данного неизвестного патрона. То есть, насколько я понимаю, этот патрон нигде особо не засветился и официально никто его не использовал. Дальше мне удалось найти еще несколько фотографий этого патрона, но опять же каких-либо объяснений. Потом я поговорил еще с одним товарищем-коллекционером, который высказал свое мнение, которое, я думаю, что скорее всего является самым правдоподобным. Он предположил, что Горлов во время разработки или, скажем так, адаптации орудий системы Gatling для отправки в Россию, возможно, мог предлагать несколько вариантов патрона под это орудие. Логично предположить, что в те времена для тяжелого танкового орудия хотелось создать более мощный патрон. Напомню, что в те времена патроны снаряжались дымным порохом и их характеристики были далеки от характеристик современных патронов. Тот же патрон к винтовке Бердана имел начальную скорость пули всего лишь 430 метров в секунду. Поэтому вполне логично, что для тяжелого орудия хотели разработать патрон помощнее. Надо сказать, что Горлов в те годы в Америке был официальным военным представителем Российской империи. И в его обязанности ходило ходить по заводам, производителям, изобретателям, смотреть, что предлагает американская военная промышленность, договариваться, писать отчеты, отправлять эти отчеты на родину. На родине эти отчеты, соответственно, читали, просили уточнений и так далее. Американские компании хватались с огромным удовольствием за возможность получить российский госзаказ. Ну, даже не сколько получить, а сколько иметь шанс получить этот заказ. И поэтому с удовольствием делали опытные образцы и в том числе образцы опытных патронов. И скорее всего такие варианты отправлялись в Россию, писались какие-то отчеты, но руководство это не заинтересовало. Им было решено создавать картечницы под стандартный к тому времени патрон. А экземпляры экспериментальных патронов каким-то образом сохранились и еще каким-то более странным образом попали в Ругвай. Так что у нас такая вот сегодня была небольшая детективная история, без полноценной разгадки. Если у вас есть какие-то мысли про этот патрон или даже есть какая-то более правдоподобная информация, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Но в начале ролика я обещал вам еще немного рассказать про книгу Сергея Борчука. Те, кто давно смотрит мой канал, наверное, про нее в курсе. Я снимал несколько обзорных роликов про эту книжку. Их я приведу в описании. Для тех, кто вновь пришел на мой канал, а таких в последнее время людей появилось много, хочу сказать, что это довольно-таки уникальная книга. Двухтомник содержит в себе более около тысячи статей про различные патроны, начиная от 19 века, заканчивая 21. И рисунки этих патронов, которые отрисованы в натуральную величину. Также книга содержит определитель патронов, по которому эти патроны можно найти, если вдруг у вас есть какой-то неизвестный тип. Так что, если вам было интересно, ставьте лайк, пишите комментарии по поводу этого интересного патрона. Ну а если вам нужна книжка, то пишите. Ссылки на мои контакты будут в описании к этому ролику. А на сегодня все. Всем удачи и пока!